Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля, добрый день. Сегодня в Гомельском областном объединении профсоюза проанализовали выники створения новых первичных организаций. За прошлый год в регионе начали денежать больше, чем 150 первичек, которые объединяли около 4500 человек. Разом с тем, керавники некоторых предприемств имкнутся стремливать этот процесс всеми мягкими способами. Александр Гамоля подчеркнулся перспективами. Для работы по створению первичек на Гомельске распространялся реестр организаций, где нема профсоюзного представительства. Причем, этот документ постоянно уносится коррективы, которые связаны с объективными причинами. Неде приорганизацию, неде оптимизовали количество работающих, а неде предприемства в уголе припанили свою деятельность. В областном объединении профсоюзов эту ситуацию разумеют и кажут, что никаким чином не мкнутся створать новые первички при мусловом. Что там не меньше, не отменяя необходимости проведения ответственной тумачальной работы и оказания организационно-методичной поддержки, где для чего при обками створена специальная группа, без проблемных коллективов не бывая. Пытания в том, как эти проблемы выращаются, и профсоюзы в этом процессе явно не лишние. Я могу привести немало примеров, когда мы, пользуясь именно колдоговором, отстаивали права где-то через суд, возвращали деньги. У нас только в этом полугодии где-то более полутора миллиардов рублей вернуты денег, те, которые, так сказать, по каким-то причинам были невыплачены людям. Семь человек восстановлены на работе. Те, которые пришли, и мы начали разбираться со своими юристами, мы, так сказать, их восстановили. Разум с тем, областным обеднанием профсоюзов констатують, процесс створения первичных мог бы исти и больше активно. Неде он усими силами стремливается к керовникаме, неде сами работники до этого не готовые. У Гомельском товаристве «Семья и здоровье» до принятия ответственных решений шли не один месяц. Сегодня тут працуют каля 30 высококвалификованных медиков, які часто и сами могут поклопотиться по властным допробытиям и своих правах. Меж тем, у липения этого года тут отбылся сход, на яким приняли решения профсоюзной организации «Быть». Ещё раз в месяц, и она почала свою деянность. На користь стандартных решений знайшлось и некаких причин, починаючи с того, что зараз неде 90% медицинских работников Гомельской области заявляются членами профсоюзов. Ведь у членов профсоюзной организации есть ряд преференций. Хотя бы то, что можно получить бесплатную юридическую консультацию в областном комитете профсоюзов, также консультацию по различным интересующим экономическим вопросам. Кроме того, областной комитет профсоюзу проводит различные мероприятия по организации досуга. Туровский молочный комбинат и селянская господарка Михаила Шруба у агропромысловом комплексе, ободковая фабрика Баттичелли у лёгкой промысловости, плюс предприемство местовой промысловости, будовництво и оховы здоровьем. Реализация решения 7-го заезда Федерации профсоюзов Беларуси об створении первичных профсоюзных организаций на предприемствах приватной формы властности протягивается. Только за прошлый год в регионе начали деятельность больше 150 первичек, которые объединяли около 4500 человек. Создание первичных организаций, в первую очередь, мы преследуем цель не с точки зрения отчитаться и получить организацию, а самое главное, чтобы быть ближе к этому коллективу. И не более этого. Сегодня означается День здорового харчавания. Правильная ежа у системы громадского харчавания и установок эдукации молочная продукция у рационе. Гэта и иншая тема обмерковались сегодня за круглым столом у Гомельским областным центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. На передании научального года особливую актуальность набывает школьное харчавание. Зараз практически у всех харчблоки столовых готовы проставить разностайное меню. Все лето у школах пропануются новые формы его организации. По выбору двухвариантные альбо с элементами шведского стола. Будут и дни белорусской кухни. Такие методы сприявят безотходной работе. Лепш за все, с этой метой справляется складание меню по интернете, якое доступно старшоклассникам. Наученцы могут выбрать на завтрашний день стравы, запропанованных апиралику. Як вядома, самая важная у рационе дятей – витамины. Кожный день на столах у школьника обовязково будут салаты загороднены. У нас есть двухнедельное примерно меню, согласно которому мы и компонуем все эти, чтобы было все эти и завтраки, и обеды, и полудники, если есть. Компонуем так, чтобы была калорийность достаточно для работы самого организма. Классика советского часу – як новый весельный тренд. У Мазыры кортеж молодых склали «Волги». Жаних захапляется ретро-автомобилями и сам одновеу одну из машин. Остатние сбирали по всей Гомельской области. Подробязанности в сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Такого весельного поезда «Мазырня» бачу бадай с конца 80-х годов. Блескучая пятерка 24-х «Волгау» зягтить хромом и свежей фарбой. Так, небыгатые машины только вчера сошли с конвейера. На самой справе они давно разменяли третий десяток, але руки майстру – сдольные надзивоссы. Один из таких энтузиастов – Богдан Бабровник. Прокатить свою невесту и гостей на ретро-автомобилях – его давняя мара. Идея свадьбы в ретро-стиле началась с детства, наверное. Хотелось именно на советских автомобилях. Тут как раз был свой автомобиль, 24-го «Волга». Для воплощения там идеи своих фантазий пыталось всего лишь чуть-чуть. То есть уже и невеста была, все было. Спросил, ну, невеста, ты будешь согласна на «Волгах»? Потому что, ну, на иномар, как я не хочу, она на что сказала «да». Вот так еще некольких годов тому выглядала машина, что теперь на шале кортежа. Пакульня трапила до Богдана. Выселками молодого человека колешняя гора Ламачша перетворилася в гордый крейсер полеских дорог. И в жизни этой молодой семьи автомобильная тематика так само будет присутничать. Даже символичный замок молодые сделали с поршня. Вядома от «Волги» ГАЗ-24. Невеста захопление своего мужа ухваляя и в селях захвачивая. Я за то, чтобы всегда мечты сбывались. И когда у Богдана была мечта восстановить «Волгу» с нуля и сыграть, собрать свадебный кортеж именно из «Волг», я его поддержала, потому что любовь – это «да» всегда ответ. И я за то, чтобы всегда друг другу вступать. Зрешта для своего часу это и были «Мерседесы». У советские годы на «Волгах» ездили заможные грамадяне, великие начальники и ведома ж весельники. Але, как собрать кортеж с престижных «Волгов», были потребны не столько гроши, кольки знакомства и связи. До речи, как и теперь. Бо это машины довелося сбирать из всей Гомельской области. Например, Алексей на своею 24-й приехал со Жлобина. Повиншовать товарища с веселем и потешить людей. Ну, сохранилось где-то, видимо, в душе каждого человека такое положительное отношение к этим машинам. И когда их много, то есть не одна машинка как-то там, когда их больше, целый кортеж, то очень радостно. Все показывают большие пальцы, все улыбаются. Мы тоже довольны. Одни из этих автомобилей обновили в оригинальном выгляде. Иншие не были крыху американская обличча. Але главное, что сеяны у выдатным стане. На таким автомобиле и Паненку прокатись не соромно, и гостей развозить выгодно. А картеж с ретро-Волгау – это в уголе новое слово в весельной моде. Однако новое – это добро забытое и творчее пересенсованное старое. Валентин Бойко, Виктор Цырулик, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. Сегодня у Гомельским палацево-парковым ансамбле открыется выстава «Узнагороды краин света». Экспонаты проставлены с фонда Таракайского исторического музея, которые находятся в Литве. На выставе можно убачить больше за 120 орденов медалев за 41 краины Африки, Азии, Европы, Павночной и Павдневой Америки. Будут демонстроваться саправды уникальные узнагороды часов Речи Посполитой, Российской империи, Великой Айчиной войны и иншие. Выстава организована при подтримце Министерства культуры Литовской республики и повинна соденничать к дальнейшему замоцованию добросуседских относинов помеж Литвой и нашей краиной. Сегодня пополнить медальную скорбонку сборной Беларуси поспробует две проставницы Гомельской в области. Узнагороды разыграют жаншины в споборницах повеслований на байдарках и каное у классе байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. В финале выступит наша Марина Литвиншук. По белорусскому часу заезд почнется у 16.01.11. Промую трансляцию будет вести телеканал «Беларусь-5». Сегодня так само станут вядомы чемпионы и призеры гульня уже ночью боротьбе. Уроженка Гомельского района Мария Мамашук выступит в ваговой категории 63 кг. Соперницей девчей чемпионки Европы на стады 1.8 финала будет спортсменка с Казахстана Катярина Ларийонова. Попередние поединки почнутся у 16.01. Финалы у 22.01. Выраженные схватки у промым эфира покажет «Беларусь-5». Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» передвыборное выступление кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. С 19.01 до 19.25 у эфира выступление кандидатов по Гомельской промысловой окрузе номер 35. А с 19.25 до 19.50 кандидатов по Гомельской новобелецкой окрузе номер 36. Нагадаем, выступления выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до сустреча у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова